Здоровье Всем известно, что изменения в рационе способны положительно влиять на организм, исцеляя множество заболеваний. В этом отношении раздельное питание уникально. В наше время данное понятие известно всем, однако далеко не каждый сможет объяснить, что оно из себя представляет и как правильно питаться раздельно. Данные книги помогут вам в этом разобраться. Здесь вы найдете общие сведения о теории раздельного питания и соответствующие рецепты блюд. В книгах «Здоровые сосуды» рассматриваются актуальные проблемы повышенного и пониженного артериального давления. Максимально полно освещена тема фитотерапии при повышенном и пониженном артериальном давлении. Книги написаны доступным языком и обращены к самому широкому кругу читателей. Они будут полезны практикующим врачам и тем, кто хочет помочь себе самостоятельно. Баня – еще одно средство оздоровления. Известно еще нашим предкам. При правильном подходе она поможет человеку улучшить самочувствие, восстановить работоспособность, снять напряжение и избавиться от многих заболеваний. Из книги вы узнаете, как вылечить бронхиальную астму, ревматизм мягких тканей, побороть неврозы и нарушение сна. Автор расскажет, как так поправить здоровье с помощью банных процедур и какие ошибки нельзя допускать, а также поделиться рецептами полезных банных коктейлей. В книгах изложены взгляды авторов на причины тяжелых демографических процессов, снижение средней продолжительности жизни, сверхсмертность трудоспособного возраста, высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и пути выхода из них. Авторы весьма убедительно наглядно и подробно излагают свою методику оздоровления, дают практические рекомендации, с чего начать и как построить систему здорового образа жизни в любом возрасте, состояние здоровья и как ее реализовать. Книги предназначены для широкого круга читателей, желающих поправить свое здоровье. Вы знаете, что иммунная система – отдельный орган, и эти книги расскажут о нем все, что известно на сегодняшний день врачам и ученым. Вы узнаете о строении и возникновении нашей иммунной системы, о ее ошибках, о том, почему они случаются и как это можно исправить, как мы можем ее поддержать в повседневной жизни. Пища является не только основным источником энергии, но и строительным материалом для новых клеток. Люди питаются по-разному, однако существует ряд требований, которые должны учитываться всеми. Прежде всего, пища должна быть разнообразной и полноценной, то есть содержать в нужном количестве и в определенных соотношениях все основные питательные вещества. Нет таких пищевых продуктов, которые сами по себе были бы хорошими или плохими. Питательной ценностью в той или иной степени обладают все пищевые продукты. Тем не менее, не существует и некой идеальной пищи. Важно не то, что мы едим, а сколько едим, когда едим и в каких сочетаниях съедаем те или иные продукты. Правильное питание позволяет организму максимально реализовать свой генетический потенциал. В результате постепенного накопления многовекового опыта применения тех или иных лечебных средств и методов лечения были выработаны очень эффективные средства и приемы народного врачевания. В совокупности своей называется народной медициной. Многие из ее методик поддержания и укрепления здоровья проверены уже несколькими сотнями, а то и тысячами лет. О большинстве из них вы сможете узнать из предлагаемых нами сегодня книг. Физические упражнения помогают людям сохранить молодость, отсрочить старость, улучшить свой внешний вид, избавиться от лишнего веса, повысить жизненный тонус и улучшить самочувствие. Хорошая физическая форма – это способность человека бодро и энергично справляться с повседневными делами, не испытывая при этом чрезмерной усталости и сохраняя достаточно сил для приятного проведения досуга. Физические упражнения – это мышечная активность, способствующая поддержанию физической формы. Познакомившись с этими книгами, вы поймете, что они могут стать вашим путеводителем к здоровью, активному долголетию. Они подскажут, как защитить себя от болезней, связанных с неправильным образом жизни и вредными привычками, а также избавиться от ранее приобретенных с помощью естественных методов лечения, заложенных в системе здоровья. Предлагаю вам книги по массажу. Перед вами не просто энциклопедия массажа, это еще и самый эффективный самоучитель для тех, кто желает получить практические навыки. Классические, лечебные, косметические массажи, восточные техники – все это и многое другое ждет вас в данных книгах. Предлагаемые книги рассчитаны на людей, внимательно относящихся к своему здоровью и желающие избежать или свести к минимуму те факторы риска, которые поджидают нас на каждом шагу. Самые эффективные методики массажа – лечебный, спортивный, профилактический, антицеллюлитный, косметологический, детские самомассажи. Массаж избавит от боли, снимет утомление и напряжение, расслабит и вернет организм тонус и поможет бороться с болезнями опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, нервными расстройствами. Предлагаемые нами книги проведут вас через короткий путь к идеальному телу. Здесь можно найти более сотни полезных советов, о которых никто даже и не догадывается. Благодаря системам упражнений, эффективно комбинируемых друг с другом рецептами вкусных и полезных блюд, получите идеальную форму на все времена. Книги по спортивной гимнастике лаконично охватывают все основы гимнастики и ее тренировки. Техники и навыки, вольных упражнений представлены по уровням, разделены по возрастным группам. Содержания книг направлены на развитие общего мастерства, а не только на наработку навыков. Здоровый образ жизни – это не только спортивная гимнастика и правильное питание, а также хорошее зрение. Это так важно для каждого человека. Пишут об этом сейчас много и по-разному. Предлагаемые широкому кругу читателей книги от профессиональных офтальмологов. В простой и доступной форме изложены сложнейшие вопросы зрительной деятельности современного человека, помогающие понять пути профилактики и лечения зрительных расстройств и заболеваний органов зрения. В газете ЗОЖ вы найдете множество народных рецептов для профилактики и лечения большого количества болезней внутренних органов, а также рецепты народной медицины по уходу за своим телом и кожей. Много интересного узнаете о правильном питании и способах похудения, о влиянии физических нагрузок на организм человека. Как известно, здоровый образ жизни предполагает оптимальный режим труда и отдыха, правильное питание и достаточную двигательную активность, личную гигиену и закаливание, искоренение вредных привычек и любовь к близким, позитивное восприятие жизни. Поможем вам найти путь к своему здоровью. Журнал, который так и называется «Народный доктор». Еще один весьма интересный журнал – «Энциклопедия здоровья». В этом журнале изложена нестареющая система восстановления и повышения работоспособности организма человека путем стимуляции его резервов. Дано научное обоснование многочисленных методов борьбы с утомлением, оздоровительной физкультуры, тонизирующих пищевых растений. Прочитав этот журнал, вы сможете наиболее полно использовать скрытые возможности и творческий потенциал организма. В журнале «Лечебные письма» вы найдете много интересной информации для поддержания своего здоровья, использования талой воды и закаливания, которые в ранее предложенных книгах и журналах не указаны. Подобные советы начинающим методы закаливания, разнообразия и пользы закаливания. Все это найдете в журналах «Лечебные письма». Ни для кого не секрет, что стресс – это универсальный защитный механизм организма, выработанный в ходе эволюции для защиты и сохранения вида. Последнее время выходит из-под контроля, а вместе с ним и мы. В итоге наступившего дисбаланса нарушается равновесие во всех системах нашего организма. А вот как вернуть стресс в нужное русло, расскажет вам журнал «Предупреждение». Немаловажным фактором для поддержания нормальной работы нашего организма является соблюдение биологического ритма организма. Еще один немаловажный механизм – приспособление к окружающей среде и меняющимся условиям жизни. Рекомендации вы найдете в журнале «Фитодоктор». В научно-популярной газете «Столетник», которая основана на врачебном опыте с многолетним стажем работы, в них есть все – и жизненные ситуации, и советы специалистов. Как купить здоровье? Это практически невозможно, но в моих силах познакомить вас с источниками знаний в журнале «Народный лекарь» о том, как его можно сохранить и приумножить. Ценой собственных усилий на самом деле не таких уж и сверхъестественных. Конечно, для каждого человека существует своя индивидуальная формула здоровья, но есть почти бесспорные истины, разумные заповеди, придерживаясь которых, с молодым можно оставаться здоровым и работоспособным на протяжении всей жизни. Когда-то наши прабабушки знали, как можно без аспирина спастись от головной боли, вылечить грипп, восстановить организм после тяжелой болезни. Сегодня многие привыкли пить лекарства после первого же чиха. Народная медицина создавалась веками, можно сказать, что она включает в себя мудрость поколений. Еще в древности изучали свойства лечебных растений. Ученые античности создавали книги, где описывали, как то или иное растение может помочь от различных недугов. Все это и многое другое вы можете найти в журналах из серии «Здоровый образ жизни». В фонде нашей библиотеки множество источников, подходящих под разные категории читателей, и среди них каждый найдет для себя именно то, что необходимо. Берегите себя и своих близких. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok